сегодня у нас в студии михаил аксель наш друг координатор другой россии миша приветствую тебя привет максим да но мы с тобой встречаемся не в дробовый момент и так кассационная так сказать вот этот кассационный процесс в обещанском суде он куда кончился тем что как вы знаете игорь стрелкова продлили с побивания под стражей до 18 декабря в чудеса мы не верим но надо было понятно выдержать некоторые процедуру то есть это то что случилось ну конечно вопиющая несправедливость мы видим несмотря на все представлены аргументы со стороны защиты страны адвокат игорь иванченко джалиева и других адвокатов работавших по это дело которые приложили огромное количество грамот благодарственные письма в том числе и от бортникова от патрушева от путина когда игорь иванович проходил службу в органах федеральной службы безопасности мы видим что суд это все не учел тоже он нанечал и состояние здоровья то что на иждивине есть малолетние дети но удивление в принципе нет то есть было можно было предположить что подобное решение суд вынесет понятно что игорь иванович решили изолировать тем самым лишив его возможно заниматься легальной политической деятельностью и конечно то стоит отметить что на самом деле сейчас как никогда ему нужна наша поддержка необходимо привлекать внимание к этому процессу чтобы интерес не затухал поддерживать в том числе финансово на официальных ресурсах группы свободу стрелкова где указан счет его супруга мирослава регинская выкладывала его но и конечно проводить мероприятие его поддержку приходите на все которые будут организованы его правозащитной кампании вот понятно что но его шаг когда он не за решил из-за решетки заявил своей готовности идти в президента кандидата президенты мы конечно лишь прекрасно понимаю что это в общем то акт такой самопожертвования гражданского ну как мне передали да что игорь иванович сказал но у меня все равно не выпустят вот но я не буду искать покорно подставлять шею я вот устрою такой он прекрасно знает что на самом деле вы на выбору даже если удастся собрать эти 300 тысяч подписей зарубит понятно это способ заявить о себе сплотить своих соратников создать вот тот самый политический под можете ошибаюсь нет ну конечно естественно он как гражданин российской федерации имеет полное право принять участие в предвыборной гонке ну и конечно это больше такой политический жест вот ну и наконец в общем тему которую следует затронуть понятно что буквально за два месяца до ареста игоря иваныча мы создаем клуб рассердных патриотов естественно вот именно клуб не партия не движения а ну были разногласия мы очень неплохо стартовали конечно но это было именно объединение разных сил но сейчас клуб к р.п. в своем капец и виде перво основном существовать не сможет но сейчас вылезло очень много плакальщиков все пропасть на все рассердно буду конец и прочее прочее вот и давай попробуем обсудить все-таки смех слухи о смерти рассердных патриотов я считаю несколько преувеличен конечно и на самом деле не дождутся то есть многие тому люлюкают и в интернете вот они тут собрались опять развалились патриоты не смогли договориться на самом деле рассерженные патриоты появились как реакция на возникшие проблемы во время специальной военной операции те проблемы которые поднимал к р.п. как площадка людей разных взглядов разных организаций они никуда не уйдут и миллионы людей которые задавались такими же вопросами как и лидер общественного мнения присутствующей клубе они тоже никуда не уйдут поэтому смерть она на самом деле каких-либо проектов преувеличена с точки зрения того что это просто шаг шаг по координации очередной был и мы с тобой часто участвовали в подобных объединениях проблема никуда не ушла люди никуда не ушли я думаю что конечно безусловно создание подобного рода площадок объединение коалиции возможно в будущем они в любом случае продолжится вода вполне возможно что это будет коалиция рассерженных патриотов да мы знаем я сам видел искать разногласия между своими друзьями с губы рим с одной стороны и стрелком со стрелковцами вот но поймите это все-таки клуб это объединение разных сил и медийных личностей там все-таки не какая там политическая сила жесткой политической дисциплиной там иерархии программ вот но я тоже между собой согласен то что проблемы никуда не делись вот выводы из того что случилось армии не сделано никаких не сделано абсолютно и то что происходит конечно показывают что актуальность подобного рода объединения рассерженных патриотов она назрела и будет координация продолжаться уже просто в другом формате и поэтому мы естественно мы тянем за игорь иваныча мы за его нет освобождения вот прекрасно понимаю почему почему он опасен что его держит понятно что то обвинение которое против него выдана она не менялась кстати говоря она чисто формально чтобы вот есть верховная воля его изолировать естественно мы продолжаем борьбу за него ну а дальнейшие формы нашего собственно говоря взаимодействия но мы еще это обсудим мы еще не хотим мне не хочу открывать некоторых рекорд но деятельность нашего рождается объективной ситуации и чем дальше затягивается это вредная компания тем все это актуальнее даже если вот не знаю миша у тебя есть чувство что запад устанет поддерживать украину и они вот в раз и договорятся как решили но я думаю кому-то бы в кремле этого очень хотелось действительно там за последние виден определен такой тренд и в западной прессе даже обсуждается что возможно там какой-то перемирия чем дольше будет продолжаться этот конфликт тем больше будет выигрыш американский военный промышленный комплекс безусловно конечно тут имеет нюанс выборы президента сша но хотелось бы напомнить что до них еще огромное количество времени больше года до них за год очень много чего может случиться и конечно в этом плане со стороны украины не видно никаких посылок для переговоров да и вообще какая разница с точки зрения исторического процесса любое переговоры это будет временное перемирие мы видели уже минске и мы видели к чему это привело вот эта вот передышка которую кремль думает возможно получить путем каких-то кулуарных зерновых сделок до стамбульских сделок обменом азовцам как бы они не пытались что-либо сделать мы прекрасно видели даже нейтральная финляндия швеция сейчас вступили на то и когда-то некогда нейтральный даже швейцария которая обе мировой войны была нейтральной сейчас настроена негативно по отношению к россии вводит санкции это лишь начало нового передела мира поэтому я думаю в этом плане конечно америка и как недавно кстати сказал один владимир очень снова употребил термин наши западные партнеры вот наши запад западные партнеры я думаю настроены негативно к его договоренностям и вообще они не будут обращать внимание на какие-то попытки со стороны кремля как-то договориться временно даже если по будет какая-то попытка прекращения огня это будет всего лишь война отложена на два года да причем миша если сейчас даже в ходе боевых действий выводы из того что ты сказать того что произошло делается очень туго и меры во исправлении ситуации принимается все равно с задержкой в условиях перемирия даже и это не будет делать то с той стороны мы получим вторую серию или третью серию уже войны считать первую там 14-го года только когда противника будет не только дроны фбв это всякие дроны и дроны и бомбардировки у них будет уже f-16 и дальнобойная ракета ну сами смекайте куда кривая может вывести попри все мы шановні глядачі вистояли и обовязково переможемо бо разом ми сила підпишіться на канал ставте вподобайку пишіть свій коментар та поширюйте цю информацию наeedта и 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